Улица Чкалова, ныне улица Ниязи, впереди два прекрасных старинных здания, построенных в конце девятнадцатого столетия. Левое здание известно как особняк Дебура, а правое – бывшая Мариинская гимназия. Именно здесь расположился Азербайджанский национальный музей искусств имени Рустама Мустафаева. Музей был основан в 1936 году. В 1943 году музей назван в честь азербайджанского основателя театрального художественного искусства Рустама Мустафаева. Музей находится на улице Ниязи. История музея такова. В 1920 году появился отдел изобразительного искусства, который размещался в особняке миллионера Зейналабдин Гаджи Тагиева и был относительно небольшим. По мере увеличения экспонатов возникла необходимость организации отдельного музея искусств. И в 1936 году был основан национальный азербайджанский музей искусств. В музее более 17 тысяч экспонатов произведений искусства Азербайджана, Западной Европы, Востока, произведений искусства России. В настоящее время директором музея является Чингис Фарзалиев, заслуженный деятель искусств Азербайджана. В 2013 году было открытие переходного корпуса, который соединил оба здания в одно единое целое. Итак, мы в фойе музея. Мы зашли через стеклянный переход, купили билеты и сейчас поднимемся на второй этаж. Итак, мы в первом корпусе музея. В первом корпусе музея 30 комнат. Семь из них представляют нам произведения искусства Западной Европы. Десять комнат русских художников и 30 комнат азербайджанских художников и произведения искусства прикладного, художественного. Итак, мы в комнатах, представляющих Западноевропейское искусство. Здесь представлены художники и XVIII века, и XIX века. Итак, западное искусство представлено художниками, творившими с XVI по XIX веках. Портрет Медичи. Пока мы гуляем по европейским залам, я расскажу немножко об истории этого здания. Здание непростое. Оно было построено в 1895 году. В 1888 году, когда у нас начался нефтяной бум, нефтепромышленник и основатель акционерного общества «Каспийское товарищество» Лев Дебур Заказал для себя двухэтажный каменный особняк, но не успел пожить в нем. В 90-м году он умирает. В 91-м году наследники Дебура продают участок с заложенным фундаментом акционерному обществу «Каспийское товарищество». Прошу прощения за неправильную информацию. В данный момент, это я уже дома, я сейчас компоную фильм. Вот в момент рассказа мы гуляем, к сожалению, не во дворце Дебура. Мы гуляем в Мариинской гимназии. Потому что, когда мы зашли в стеклянный переход, мы потом пошли направо. А я почему-то так мечтала о особняке Дебура, я решила, что мы в нем. Нет-нет-нет, я вам рассказываю о особняке Дебура, но ходим мы по залам Мариинской гимназии. Прошу еще раз прощения. Архитектором этого здания считается гражданский инженер-полковник Николай фон дер Нонне. Он явился основоположником градостроительства Баку. И вот в 95-м году, в 1895 году, особняк был возведен. И так как был продан наследниками собственность Каспийского товарищества, то это акционерное общество расположилось здесь. Далее какое-то время революционный комитет располагался какое-то время в этом здании. Какое-то время жил в Нариман-Нариманах с семьей, и затем здесь жил секретарь ЦК КП Азербайджана Меджафар Багиров. И в 1936 году он передал это здание Музею искусств. Снова оговорка. В 51-м году особняк был передан в пользование музея. Ну вот, несмотря на то, что человек, задумавший иметь свой дом на этом участке, никогда и не жил в нем, этот особняк, этот дворец навсегда получил имя его владельца. Льва де Бора. Особняк де Бора. Льва де Бора. Льва де Борис. Резкий юноша. Бенлянка. В головном углу на платке. Римлянка. А это уже русские художники, русские художники XVIII века, Рокотов, Воровиковский, Аргунов, русские портретисты. Воровиковский портрет Александра Паповна. Рокотов, портрет Демитова. Художники XIX века. Брюлов, Лоснецов, Левитам, Шишкин, Кулинджи, Верещагин. Верещагин, по-моему. Картина Шишкина в лесу. Пукерев, прерванная брачная церемония. Орловские березовые рощи. Казбек на рассвете. А вот, наверное, Айвазовский. Нет, это Садковский морской вид. Кулинджи, Волга. Прогулка аристократов. Саврасов. Закат. А вот интересная картина. Верещагин. Витбаку с моря. Кайвазовский, корабль в шторм. Мартынов, внутренний дворик. Парджит. 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 Парджит на горы. Парджит на рекушежи. Автомат. День рождения. А вот и деревенские дети пришли в барский дом, посмотрите. Принесли полевые цветы, лукошко, грибы или что-то беленькое. А, яички принесли, наверное, Дарбарину точно. А вот и Шишкин. Лесная дорога, дорога в лесу. Такой сосновый лес, корабельные сознаны. Приходим на третий этаж, где экспозиция азербайджанских художников.